В Наринмаре продолжается строительство духовно-просветительского центра «Русская Арктика». Когда его смогут посетить первые прихожане, узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях Владыка Яков. Владыка, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, на каком этапе сейчас находится строительство? Ну, собственно говоря, планы возведения духовно-просветительского центра включают в себя два этапа. И фактически, с Божьей помощью, мы осуществляем оба одновременно. То есть, духовно-просветительский центр, в непосредственном смысле этого определения, это стелабад, являющийся основанием собора. Это обширное строение, на котором возводится уже непосредственно храмовое здание. Это собор, не просто собор нашей епархии. Это будет архический собор России, что подчеркнет его значимость и всей нашей земли в масштабе и общероссийской истории, истории русского севера. Потому что мы являемся наследниками колоссального, грандиозного богатства русского православия на крайнем севере, которое началось более пяти столетий тому назад, волея изъявлением первого самодерца Руси, великого князя Иоанна Третьего, когда в 1499 году был основан легендарный, славный Пустозерск. К сожалению, история его окончилась в видимых событиях его существования. Потому что, к сожалению, опять же, наверное, в ходе реформ, затронувших очень многие населенные пункты, деревни, вообще это был, конечно, колоссальный акт саморазрушения, не побоюсь этого слова, потому что Академия Кабалкин в свое время сформулировала концепцию деревень, населенных пунктов, существования которых нецелесообразны. И вдумайтесь только в эти цифры. 200 тысяч деревень и сел в России были упразднены. Это значит, люди лишились малой родины. Вот одна из целей созидания нашего храма, Арктического собора России, Кафедрального собора, самой северной епархии России, воссоздать эту утрату, дать людям ощущение духовного богатства, которое было всегда сопряжено с жизнью человека, особенно на севере. Ведь не надо забывать, что в Пустоозерске, в городе первом русского Заполярья, существовало три храма. Впоследствии появился четвертый. Это означает то, что подвиг жизни на севере, освоение этой земли, возделывание ее, жизни в самом полном смысле этого слова было невозможно без веры. И, по сути дела, действительно подвиг веры знаменует жизнь многих поколений русских северян. Поэтому созидание Духовно-просветительского центра имеет колоссальное значение для того, чтобы наши соотечественники, наши люди, северяне, каждый человек, который приедет, окажется на этой земле, понимали, что стоит за нашими плечами, на какого наследия мы являемся и призваны быть хранителями. И, соответственно, мы будем понимать, знать нашу историю. Потому что без этого... Ну, а в советское время многие исхорожения были привнесены. Я вот сейчас недавно вернулся, буквально несколько дней назад, с большой экспедиции на Чукотку. И в Анадыре пошел вместе со съемочной группой, с членами экспедиции, пошел в музей. Конечно же, эти лакуны в исторической памяти за семь десятилетий борьбы властей, провозгласивших атеизм одной из доминантов своего существования, оставили очень тяжелый след в душах людей. Они многих отлучили от животворных начала веры. И вот духовно-просветительский центр — один из многих, который созидается по всей России. А наш является действительно уникальным, потому что это продолжение истории Пустозерской. Это квинтэссенция этой истории, потому что, наблюдая многие музейные собрания, и наши тоже не исключение, мы видим только намеки на возможность осмысления, чем являлась Церковь, и вообще вера, и христианство для русского человека. Я скажу, что действительно, это очень важный аспект нашей жизни. И это начинание, которое было достигнуто единодушным решением и нашего президента, и главы Русской Православной Церкви, Патриарха Московской Всеруси, о создании в новообразованных, а по сути дела и во всех епархиях, духовно-просветительских центрах, должно, конечно, быть одним из мощных импульсов для того, чтобы наши соотечественники, вообще народ России, обрел то, что называется нашей национальной идеей. Хотя обретать-то нечего. Ее хранят люди, у которых в домах есть иконы, которые знают, что такое Бог, что такое вера, у которых в жизни неотъемлемой частью присутствует молитва, и которые помнят и знают это богатство и продолжают этот жребий жизни в Боге. Когда-то были попытки пресечь это. Да, мы сейчас видим, что тяжелый след остался в душе народа. А отражается это, ну, что греха таить, и в бездрастности, и в забвении, начал духовной жизни, и в непонимании вообще смысла человеческого бытия. Потому что те волны, которые идут с запада, они приучают человека жить сугубо материальным. Даже для нормального человека, особенно русского православного человека, конечно, диким звучит вообще брачный контракт, в котором единение любви предстает как процентное соотношение материального достатка. И вот обретение этих духовных начал нашими детьми, молодым покаянием, да и людьми преклонного возраста, является, безусловно, очень важной задачей, без осуществления которой, без достижения этих целей, мы будем раз за разом повторять ошибки, которые таким тяжелым временем лежат на нас в настоящее время. Потому что материалистическая концепция, давлевшая на протяжении семи десятилетий над нашим народом, многих действительно убеждала, что якобы Бога нет, что все возможно, что мы построим новый мир. И раз за разом эти зрячие слепцы убеждались в том, что попытки достичь благобытия, то есть счастья без Бога, они бесплодны. Почему он называется духовно-просветительский центр? Потому что просвещение настоящее и образование в нашей культуре безусловно имеет духовную основу. Потому что недостаточно учиться на строках Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. Умываться — это хорошо, а не умываться — это плохо. Знаете, это предельное умоление этих духовно-нравственных понятий. Достаточно посмотреть на жизнь этого поэта, и все будет понятно, что такой подход ущербен в принципе своем. А на самом деле образование, даже само слово, о чем оно говорит? О том, что человек, впитывающий знания, образование — это не только сумма знаний, а нечто гораздо и гораздо большее, нежели получение сведений из различных областей человеческих познаний. Образование — это, по сути, воссоздание в человеке образа Божия. Поэтому и есть слово в нашем языке — образование. О настоящем смысле которого, к сожалению, очень многие учителя даже наши не подозревают. Поэтому нам так трудно прийти в школы, поэтому так трудно разговаривать даже с тем, с теми людьми, которые призваны служить на этом поприще, благороднейшем образовании. Поэтому статус, достоинство учителя так умалился в нашей стране. Вспомните наше детство. Я прекрасно помню рассказы, да и на собственном опыте, и родителей своих, каким не пререкаемым был авторитетом учитель. А сейчас что? И поэтому, естественно, духовно-просветительский центр нашей земли очень нужен. Почему? Да очень просто. Если у нас будут люди образованы по-настоящему, то у нас не будут ни пустырей, ни заплеванных закоулков, ни расписанных подъездов, ни безумных граффити на въезде в город, который, по сути дела, должен быть лицом нашего города. А через Курью мы переезжаем и видим странные рисунки, которые говорят о том, что те люди, которые там их начертили, не имеют образования. И те люди, которые даже следят, чтобы там было все чисто, тоже, увы, имеют некоторые лакуны в образовании. Вот эти краеугольные понятия надо возрождать, чтобы наш народ был чистым, светлым, образованным, просвещенным, просветленным. И тогда недолжные поступки человек не сможет совершить, потому что он будет понимать, в чем заключается смысл и его жизни, и нашего города, который действительно должен быть прекрасным. Я думаю, что и со созиданием нашего духовно-просветительского центра, над которым возвысится собор, он изменится и наконец-то станет соответствующим его достойному наименованию. Красный, то есть красивый город. Кто занимался разработкой проекта? Кто? Тот, кто сейчас с вами беседует, потому что столь важные обстоятельства и столь важное дело я никому не могу поручить, потому что быть нужно абсолютно уверенным, что будет сделано правильно, это раз, а во-вторых, нести ответственность за чужие ошибки приходится, конечно, всегда, особенно пастырем, но в данном случае припоручить людям, которые некомпетентны, невозможно. Поэтому я каждый раз выхожу и на строительную площадку, и смотрю, как производится строительная работа, потому что, естественно, это очень сложный объект для любых строителей, потому что храмовая архитектура это всегда уникальное, это уникальное и с зодческой произведением, и требует особых технологий, потому что вот сейчас они подводят под своды, а эти арочные своды, это искусство, да. Это искусство, да. А кто занимается сейчас строительством? Это компания-лидер, подрядчик Лукоила, выделившая ей необходимое финансирование для того, чтобы наш город, наш округ, наша заполярная земля обрела и духовно-просветительский центр, и архитический собор России, который с Божьей помощью будет освящен в честь успения Божией Матери. Хочу, кстати, вот пояснить, что в данном случае мы ушли, я обсуждал это в свое время с губернатором, и наше видение абсолютно единое, мы в этом согласны, потому что когда финансирующая сторона и подрядчик представляют собой не единую систему, а разные, как бы сторонние друг для друга организации, рано или поздно возникают вопросы, иногда они перерастают в проблемах, а когда подрядчик для финансирующей стороны является проверенным в деле, которому он может доверять, которое он может полностью контролировать, и ни одна копейка не уйдет никуда, не будет потрачено бессмысленно и напрасно, тогда совсем другое отношение, и дело идет лучше и быстрее. И что хочу сказать в связи с этим, потому что мне приходилось слышать некоторые вопросы от людей, в общем-то чуждых церквей, и не знающих порядок устроения, ни одной копейки из денег бюджетных нашего округа в этом объекте строительного нет. Это сугубо благотворительная помощь Лукоила, которая понимает всю ответственность перед своим народом российским и строит, где мечети, у нас, естественно, и вообще в России, это храмы, и соборы, духовно-просветительские центры, заботясь, конечно же, не только о социальной сфере, и тоже хочу сказать, все социальные программы в полной мере, в полном объеме, которые договоренностями руководства округа достигнуты с Лукоилом, они тоже здесь не пересекаются, это совершенно отдельная статья, и, конечно же, еще раз повторю, это заслуга патриарха и руководителя компании Лукоил в заботе о духовном здравии нашего народа и ответственности нефтедобывающей компании за то, чтобы народ наш был не только социально защищен и обеспечен материально, но и что это духовная сторона жизни, никуда не исчезла, потому что это сохранение. Культура, даже само слово культура, восходит к латинскому культ, то есть служение Богу. Когда этого нет, то культура оказывается ущербной. Мы это видим на многих примерах, к сожалению, деградации настоящего искусства, которыми полна, к сожалению, наша жизнь. Когда живописное искусство, какие-то попытки якобы самовыражения предстают якобы в шедеврах живописи, например. Я очень хорошо знаком с Александром Максовичем Шиловым, я с ним регулярно встречаюсь, беседую. И с тех еще времен, когда был референтом покойного патриарха Алексея II, я прекрасно понимаю беспокойство, заботу настоящих художников, не только в живописном искусстве, но и слова, и воспитательного воздействия на душу людей, о том, какими опасностями мы исполним в наше время. Когда пропагандируются иногда страсти, когда недолжное поставляется как естественное, когда разрушаются нравственные основы жизни, общества и человека. С этим мириться, конечно, нельзя. И вот наш духовно-просветительский центр, он будет восполнением этой лаконы, которая до сих пор существовала в нашем заполярном крае. Это и большой актовый зал, куда мы сможем приглашать деятелей настоящего искусства, для того, чтобы наши северяне могли с ними и беседовать. Это творческие встречи. Конечно. Вот в свое время приезжал Дмитрий Певцов, известный артист, актер, который трудным путем пришел к вере. Настоящей, крепкой, жертвенной. Конечно, это и хорошо, что большая аудитория нашего ДК вместила всех желающих. Но иногда нужно и в аудитории верующих людей говорить о том, что является самым сокровенным и понятным и для слушателей, приходящих, и ищущих услышать это, и для самого человека, который пришел, чтобы поделиться своим духовным опытом. Что еще будет входить в комплекс? Вы сказали, зал лекторий. Миссионерские миссионеры. Там можно будет проводить и лекции, и концерты, и драматургические какие-то постановки, имеющие воспитательный смысл. И обсуждение кинофильмов, потому что у нас все это будет предусмотрено. Кстати, хочу сказать, что вот сама так получилось, что этот проект уже даже на стадии осуществления его говорит о, надеюсь, божьей помощи и успешности. Потому что вот этот внутренний зал, который рассчитан, ну, наверное, человек на 150, он настолько совершен с точки зрения акустики, что вот в нашем случае мы пользуемся микрофонами, петличками. Там этого не нужно, потому что звук фокусируется и слышен прекрасно. Сами стены этими сводами усиливают его, и все будет замечательно. Там будет происходить и выставки, и экспозиции. У нас там будут кабинеты методические для миссионеров, для встречи с разными людьми. Наконец-то мы получим аудитории для нашей воскресной школы. И для детей, и для взрослых. Потому что вот недавно совсем подходили наши прихожане и просили, чтобы воскресная школа, прервавшая для взрослых, прервавшая свои занятия в период карантинных мер, чтобы она возобновила свою деятельность, и чтобы люди наши получали необходимые знания, разъяснения каких-то вопросов, которые, безусловно, ставят жизни, которые мы должны правильно отмечать, неся людям правильное познание, мир, уверенность, спокойствие и основу для того, чтобы они воспитывали, и трудились, и воспитывали своих детей, и общались с ближними, и созидали вот эти духовные ценности, которые, в общем-то, Господь как дарование дал каждому из нас и долг каждого из нас. Их приумножить и передать и ближним, и самым ближним, то есть нашим детям, другим поколениям. У нас там будет еще один. И будет там ризница, будет библиотека большая. Так что поприще... Музей, да. Но музей — это особая статья, потому что в свое время он не планировался, потому что все-таки территория Духовно-просветительского центра в принципе очерчивалась изначально масштабами застроечной площади самого храма. Но когда в одном из, на мой взгляд, удивительных требований, вернее, параметрах, удивительных требований к тому, чтобы которые якобы препятствовали строительству Духовно-просветительского центра, было выдвинуто, что свайное поле недостаточно как основы, нужно еще усилить. Я понимал, что это среди прочих сначала 80 замечаний, только вдумайтесь, среди которых было, вот почему в храме нет распыляющих устройств для тушения. Но это же не производственные вещи, там нечему, в принципе, гореть. Когда в Кремле сложатся службы, никому и в голову не придет говорить, что там нет посреди фресок распыляющих устройств. Тем более в музейных экспозициях предусмотрена совсем другая история. Это порошковые технологии, которые не наносят вред экспонатам или хранилищам, которые их вмещают. А здесь вот такие странные замечания. С одной стороны, они свидетельствуют о некомпетентности замечавших, а с другой стороны, непонимание того, что нужно всемирно содействовать появлению духовно-проститутского центра на нашей благодатной, северной, святой земле. И вот я понял, что здесь эти минусы могут дать большой плюс. И, конечно же, я, естественно, это замечание учел. И поставленным расширенным техническим заданием для проектного бюро было указано, что мы делаем укрепление в виде галереи, опоясывающей весь храм. И это пространство, вот я вчера был, бетонирование некоторых участков уже проведено, это пространство как раз и станет музеем русской Арктики. Потому что, будучи хорошо знаком с экспозицией музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, где там совсем недавно был, разговаривал с руководством, которые поддерживают очень тесные и дружеские, и профессиональные отношения. Институт Арктики и Антарктики в чем виденний находится этот музей. Я понимаю, что музейные собрания, как правило, фактически не отражают духовную составляющую истории освоения высоких широт земли. А если мы посмотрим на дневниковые записи, на обстоятельства трудов этих людей, на жертвенность, мы увидим, что вера там присутствует. Независимо, где это совершался подвиг. Либо же в Нагорьях Таньшане и Тибета, как наш знаменитый путешественник, оставивший славный след в истории первооткрытий вообще мировой географии. Либо же исследователей, подобно как литки, шедших все дальше и дальше по просторам арктических морей и побережий. Вера, я уж не говорю про славных поморов, не отправлявшихся без молитвы в эти странствия, что на Грумант, что на Новую Землю, либо Карским воротам. Вера всегда присутствовала и была, в общем-то, определяющей. Она даже впечатлила последние усилия тех людей, которые всю жизнь положили на осуществление этих высоких, благородных целей. Это справедливо и для Антарктиды, потому-то и появился там православный храм на нашей полярной станции Беллинсгаузен, которую я освещал. Если мы вспомним обстоятельства экспедиции, то на каждом корабле был освященник корабель. Не потому, что так полагалось по уставу или по регламенту, а потому, что это было существеннейшей стороной жизни каждого офицера, каждого моряка и всего нашего народа. И это надо восстанавливать, потому что без этого фундамента мы будем просто думать о курсе валютном нефти и зависеть от этого полностью. А мы должны быть независимой страной во всех отношениях, и в экономическом, и в духовном, и в нравственном. Мы должны идти своим путем, который определен именно верой, потому что русская государственность создана православием, и православие сохраняло во всех бедах, обстоятельствах, при трудностях, испытаниях нашу страну, наше Отечество, великую Россию, которая является наследницей Святой Руси. Вот потому-то духовно-просветительский центр и, конечно же, собор нам так нужен. Другое дело, что, может быть, люди не совсем это понимают, ну, в силу разных обстоятельств. Понимаете? Потому что очень многим говорилось, и всем нам говорилось, и с детства, что, как по Марксу, если человека накормить, он будет счастлив. Но ведь это даже с детства не так. Вот пример нашей дома-интернаты. Я же с этим столкнулся тоже на Чукотке, разговаривал с людьми в Анкареме, это очень удаленно, 500 километров от Анадыря, через непроходимое пространство, сопа, гор. Та же самая проблема, с которой мы сталкиваемся. Если из семей забираются дети, они лишаются чего? Самого главного, что вообще-то связует человеческую жизнь с высшим началом, они лишаются родительской любви. Им даются знания, их кормят три-четыре раза в день. И вдруг мы обнаружим почему-то так много несчастных среди этих детей. Вот вам простой ответ. Вот это все является гранями этой той проблемы, которая решается заботой и священноначали, и высшей государственной власти, и которой мы должны содействовать, не заслоняться от этого. Я даже иногда, иногда вот не говорят, хотя мои прихожане, ну и здравые люди. Вот вчера встретил человека, я его первый раз увидел. Ну, потому что, наверное, на севере такая выработанная у людей привычка, они хотят побыть один на один с Богом, приходят в храм зачастую, когда никого нет, чтобы помолиться, а пока еще не достигли того, чтобы испытывать радость от общей молитвы, чтобы их сердце радовалось, видя, что храм переполнен, что это единым сердцем, единым устами возносится молитва, что рядом с тобой не просто соседи, а братья и сестры. Вот этого когда-то нас лишили, это трудно не просто воспитать, а обрести. Трудно любить человека. Гораздо легче, ему дать сто рублей и успокоиться, сказать, что я тебе больше ничего не должен. Так многие люди и мыслят. И вот я встретил человека в преклонных летах, ему далеко за шестьдесят. Как хорошо, что строится храм, что я всегда прихожу. Ну вот, конечно, я постараюсь приходить и я ему рассказал, когда служба совершается. Он с женой был своей. А вот мне рассказывал один из чиновников, задает ему вопрос. Человек полный сил, в возрасте творческом, а зачем строится храм и духовно-процесский центр? Типа, лучше вот эти деньги взять, разделить и, ну что, и пропить. Мы видели кино, «Собачье сердце». Понимаете? Разруха начинается в том, когда мы не понимаем, что является настоящей ценностью. Что, ну разве могут высшей ценностью быть деньги? Это самое страшное состояние души, когда все продается и все покупается. В том числе и люди. Вот реальность нашей жизни такова, что мы это видим. Вот я совсем недавно видел сюжет по центральному телевидению, продают и покупают детей. Ну разве это вообще человеческое состояние душ? Почему так происходит? Потому что люди удалились от Бога. Вот наша главная цель не только моя или моих прихожан, всех нас, потому что мы единый народ, возвратиться к настоящим истокам жизни, духовности, правды, истины, найти ее и жить этим. И тогда у нас начнется созидание, и тогда мы встанем на прочную почву, а не будем метаться от одной партии к другой. Потому что на самом деле вот та замечательная формулировка, которая заключена в названии одной из партий Единая Россия, вообще-то это церковь. Почему? Потому что какую эпоху вы не возьмете? Князя Владимира, преподобного Сергия, Петровских реформ. Вот в храме перед Богом все равны и все едины. Другого варианта нет. А когда хотят разделить людей, тогда и появляются эти мотивы экономические, отсюда эти желтые революции, отсюда продажа, так сказать, людей и покупка их в качестве манифестантов или еще кого-то и так далее и тому подобное. Когда завершится строительство центра? Ну, это немножко неправильный вопрос, потому что это, знаете, с Божьей помощью я могу ответить, что мы надеемся, что мы благоуспешно сможем это сделать, несмотря на трудные обстоятельства, потому что, я лучше скажу, этапность, потому что говорить на севере, вот сделаем тогда-то, тогда-то и в то-то, то-то, в такое-то время, это не очень умный будет ответ. И наша жизнь в северную это показывает. Возьмите прогноз погоды. Он показывает солнышко, прошел дождик. Понимаете? Зима может быть очень холодной. Естественно, в Москве зимы теплые и продолжение строительства может быть круглогодичным совершением этих строительных работ. У нас не так. Я очень надеюсь, что с Божьей помощью мы сможем закрыть контур и не теряя времени на зимний период заниматься внутренними работами даже в холодный период. Но очень хорошо, что завезены все материалы абсолютно заранее. Мы не зависим уже от логистики, потому что естественно тут река остановится, до зимника далеко, это все дорого. У нас все материалы завезены. Более где-то более, уже 70 или около 70 процентов вкладки сделаны. Сейчас идут бетонные работы. Бог даст к зиме. Мы закрываем контур, переходим на внутренние работы. И Бог даст на следующее лето и осень поставлены будут барабаны. И очень надеюсь, что мы сможем осуществить необходимые работы по благоустройству внутреннего пространства храма. Это означает изготовление иконостаса, киотов, необходимые храмовые утвари и, конечно же, установка куполов. Я думаю, на это событие, дай Бог, чтобы мы дожили, все в добром здравии, увидят весь город, потому что, зная по рассказам архиереев и собратьев, как это было в Анадоре, как это было в Петропавловске, Камчатском, конечно, это преображает жизнь людей и становится и легче жить, и увереннее, и мы понимаем. Да и вообще-то сама история созидания нашего собора, многие прихожане, я с ними абсолютно согласен, это чудо. Если понимать, насколько трудно было, если знать то, что, наверное, лучше всего назвать противодействием, неявным, явным, но у Бога-то все явно. И все равно это происходит. Потому что, скажу очень простую вещь, которую нам вообще-то все говорили из детства наши дедушки и бабушки, другое дело, что их не слушались, ходили там распевать песни, не те, которые надо, что Бог есть, и все мы под ним ходим. И когда человек удаляется от Бога, он становится несчастным. Когда приближается к нему, пусть даже в малом, пусть даже в искре своего пожелания добра или заботы о ближнем, или молитвы, я не говорю там о каких-то лептах, это стороннее дело, это уже мало что-то сказать может свидетельствовать, потому что настоящая сокровенность жизни, она тайна, сердце человеческое глубоко, и не нужно туда заглядывать, даже пытаться, а Бог ее знает, ведает это сердце и всегда привлекает в себе. И вот когда человек идет к Богу, он просветляется и умом, и чувствами, и душой, ему становится легче жить. Владыка, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию, надеюсь, скоро пригласите нас на открытие собора. Ну, я хочу еще в завершении нашей беседы сказать, что мы постараемся к Успению, именно к Успению этому празднику, который совершается, и которым завершается Успенский пост, это 28 августа по новому стилю, мы сделаем так, чтобы каждый наш северянин, каждый соотечественник мог свой кирпич, надписав, положить вкладку созидающегося Арктического Успенского собора России. Это не будет какие-то там деньги, это должно быть сокровенно, потому что бывает так, лепто-доводовицы, совсем не значащие ничего в глазах человеческих, она перевешивает большие суммы от людей, которые в избытке материально находятся. И это сокровенность, если никто ничего не будет иметь, ну и слава Богу, пусть все равно его лепто-сердечные молитвы будут содействовать тем, кто трудится в этом священном деле и старается, отдавая все силы, чтобы Наринмар получил вот эту святыню, преобразился и был славен. Действительно, очень красиво. Мы обязательно придем. Спасибо вам еще раз. Напомню, это была программа Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был Владыка Яков. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова